Итак, дорогие друзья, курс 17 наследование в языке киви и применение на практике бокс лайот, то есть лайот это макет-коробка. В общем-то вы видите, как мы уверенно с вами движемся. И самое важное, что движемся осознанно. Значит, если в предыдущих курсах мы с вами начали с того, что осознанно применяли макет-якорь, вы четко с курсов это поняли, якорь удобно в мобилах применять, потому что можно прицепить нечто в каком-то месте. Вот благодаря этому макету мы вверху прицепили кнопки, внизу. В этом курсе мы с вами применяли макет-коробка. Ну, очень удобно, когда надо разместить группу кнопок, вертикально или горизонтально. В данном курсе сейчас это горизонтально. Мы с вами начали проникать глубоко в такие вещи, как наследование при помощи собачки. То есть рассмотрели, я сейчас тонкости не буду. И самое важное в Киеве, конечно же, наработать настроечки. То есть вообще я стараюсь создавать по настройкам документацию, но всегда рекомендую пишите код, потому что принцип очень прост в Киеве. На самом деле, если разобраться, в главном файле мы пишем основные опции. И когда мы пишем опцию за опцией, ну что здесь? Ну, название, ID. Тут мы понимаем, что при помощи ID мы можем в языке Киеве, это как наши переменные, очень хорошо разобрались в SizeHint наконец-то. То есть важно в языке Киеве привыкнуть к настроечкам, чтобы понять, а что к макетам относится. Мы с этим с вами очень хорошо справляемся. Поэтому, дорогие друзья, обо всем этом, конечно, подробно в курсе мы рассматриваем. Но вы заметили, насколько начинает происходить осознание и набивка руки на код? Ну, это приятно. Значит, сайт, я всегда говорю так, что python-android.spb-tut.ru Сложный адрес. Значит, просто набираем и знакомимся со школой spb-tut.ru python.jango. Здесь мы можем нажать еще и python for android. И перейдем сразу и с теми, с тем сайтом познакомимся. Успехов вам! Занимайтесь, писать будете. Приложение для android. И это правильно! Нельзя упускать этот рынок! Нельзя!